У бывшей девушки много моего молодого человека, был от него аборт. Так, сейчас, я из Индии приехал, мозги не соображаю, пока еще. У бывшей девушки, ага, моего молодого человека, моего молодого человека. Ну, то есть, уже есть молодой человек, у него была девушка, и от этой девушки было аборт. У девушки было аборт, да. По глупости. Они не общались после разрыва, живут в разных странах. Я полгода желала ей счастья, можно было не желать. Потом написала ей, дала ваши лекции, она слушает. Молодец, молодцы. Общаемся. Видите, нет зависти. Бывшая девушка моего мужа уже, значит, зависть должна быть. Ну, и слава Богу, что у ней была аборт. Это означает зависть. Ну, молодцы, общаемся, слушаем лекции. Но в этих отношениях должны быть определенные правила. Правила таковы. Если девушка была с моим мужем, значит, сейчас мы держимся на расстоянии от нее. В нашей семье мы держим дистанцию. Хотя и даем ей лекции слушать, но дистанцию держим. Потому что она была с мужем, это означает, что она может опять быть с мужем в какой-то момент. То есть мы так уж сильно дружим с ней, что она входит к нам в гости, и вдруг неожиданно опять у них что-то не то. Ну, в чем дело? Ну, сколько можно уже? Мы же уже с тобой. Почему ты опять с ней связался? Потому что ты неправильные отношения строишь. Если со всеми бывшими, надо чуть-чуть на расстоянии, чуть-чуть подальше. Чтобы опять не было нового витка, дистанция должна быть. А то мы все вместе. Это неправильно. Молодой человек не в восторге просит прекратить. Ну, правильно просит. Ну, ему стыдно просто. Одна была, он ушел от нее. А вдруг она ей расскажет, какой он человек. Неудобно как-то, ситуация такая не очень. Он говорит, от нее отвернулись все подруги. И так далее. Что делать? Правильно я сделаю, чтобы написала и дала лекции. Ну, раз слушать, значит, правильно. Лекции же не по бизнесу. Лекции о жизни. Людям нужно это знание. Людям нужно знание о жизни. Какие лекции? Лекции любых людей, которые призывают к духовности. Есть разные люди, которые призывают к духовности и разные вкусы. Каждый человек свой вкус. Каждый выбирает своего лектора. В этом нет проблем. Есть только одна проблема. Если человек противопоставляет одно друговное знание другому, то здесь уже нет возможности нормально жить. Понимаете? То есть есть нравственный уровень, на котором мы просто собираемся и говорим о нравственных вещах. Но если, допустим, мы говорим, что вот это вот духовное знание хорошее, на нравственном уже уровне, а вот это вот похуже, то это означает отсутствие такта, которое разрушает сознание людей. Это разруха уже. На нравственном уровне мы говорим о чем? О жизни. И о том, что надо найти свое писание, свою веру. Мы говорим об этом. Когда человек находит свое писание, между собой люди верующие, они знают, что у них все равно вера получше. Ну между собой. Допустим, вот смотрите, как бы люди любят друг друга и говорят друг другу, ну ты у меня самый лучший. Ты у меня самый лучший, у нас все получше, чем у всех. Почему? Потому что у них так любовь проявляется. Когда человек любит то, что ближе, ему получше. Но это не значит, что он приходит к другому человеку и говорит, слушай, у тебя отношения плохие с женой, а у меня получше. Это уже плохой тон. Так же и в вере тоже. Человеку говорить о том, что у меня получше вера, хорошо между собой, у нас получше вера. Но ненавидеть чужую веру, это уже признак бескультуре, духовной жизни, бескультуре. Поэтому правильно ли я сделала, что дала вашу лекцию? Ну раз слушает, правильно. Если бы она не захотела слушать, наверное, было бы неправильно. Я не знаю. Ну посмотрел, не нравится, не стала слушать, тоже правильно. Все правильно. Есть только одно неправильно, когда мы навязываемся с этим. Навязываемся. Тебе надо обязательно это послушать. Только это, только лекция Олега Геннадьевича, только это и все. Это неправильно. Это неправильно. Извините, на вопрос, можно ли с ней общаться, если молодой человек против. Мне не надо. Нет. Не надо общаться. Зачем? Не надо, зачем? Зачем с ней общаться? Потому что она просит. Ну, своя семья. Зачем общаться? Своя семья, все. Она бывшая. Любить на расстоянии. Бывших любить на расстоянии. Общаться не надо. Не тактично уже. Там были близкие отношения. Если вы с ней общаетесь, вот если бы у нее был гарем, тогда можно было всем женам вместе общаться и любить друг друга и быть верными таким образом внутри этого, тех отношений. Такое тоже бывает. Эти отношения узаконены Богом в некоторых религиях. Это не грех так жить. Для некоторых людей, в некоторых видах веры. Но, допустим, в этой культуре, в которой мы сейчас находимся с вами, так не надо себя вести. Тем более, они закончили отношения. Все. Значит, близких отношений жить быть не может между вами. Все. Потому что ваши близкие отношения означают близкие отношения уже его с ней. Автоматически. Понимаете? Усвоите эту тему. Это важно усвоить. Нужен такт в этих отношениях. Тактичность. Лекции дала послушать. Супер. Ну, дистанция. Болеет брат. Не хочет лечиться. Лекарства сильно тормозят умственную деятельность. Не может правильно строить отношения с социумом. Тяжело находиться дома. И так далее. Смотрите, в лечении есть несколько стадий. Пытайтесь это понять. Первое, чего не хватает в лечении. Допустим, тяжело болеет человек. Первое, чего не хватает. Чего не хватает первой? Веры. Веры. Или милости не хватает. Милости не хватает. Это первое, чего не хватает. Потому что вопрос. Мы не знаем, что с ним делать. Не хватает милости. Вопрос не решается с помощью советов. Садимся и молимся. Очищаем судьбу. Болезнь, проявленная на грубом плане, также существует на тонком плане. Когда очищается болезнь на тонком плане, появляется знание, где помощи искать. Знание приходит. Понимаете, это важно. Поэтому сначала молимся. Надо молиться, молиться, молиться. Потом раз. Оп. Вот так надо поступать. Или просто он принимает лекарство. Он уже решает, что я буду это лекарство употреблять. Это результат молитвы. Сначала тонкое решение проблемы. Потом дальше грубое. И грубое решение проблемы бывает двух видов здесь. Первый вид решения проблемы. Первый вид. Это лечимся сами. Второй вид. Кто-то помогает. Есть одна категория людей. Она говорит, что все болезни можно вылечить самому. Неправильно. Вторая категория людей. Все болезни кто-то должен лечить. Неправильно. Сначала пробуем сами. Но в том случае, если болезни опасны. Если болезни очень опасны, то нужно чуть-чуть попробовать сам и быстрее помощи. Или вообще никакой не пробовать, ничего сам. Просто, если, допустим, околооперационность, ну то есть острое состояние, нужна операция, то здесь нельзя уже размышлять. Нужна помощь, экстренная помощь врачей, квалифицированной. Поэтому здесь надо очень четко, взвешенно в своем сознании размышлять. Но эта взвешенность бывает только после молитвы. Опять, сначала молитва. Что-то произошло в жизни, сначала очищаем в сердце ситуацию. Потом уже на грубом плане знаем, как действовать, как поступать в этой ситуации. Никогда не бывает так, что человек знает, как поступать без предварительного действия, тонкого действия. Поэтому, видите, растерянность. Брат не хочет лечиться. Это не вопрос уже отношений с братом. И вопрос мне, как строить отношения с братом. Это не вопрос отношений с братом. Это вопрос настройки семейной судьбы. Все близкие люди, они в сердцах находятся близко очень. Мы с близкими людьми, почему, что значит родные? Близко очень в сердцах. Брат и я близко в сердцах. Я молюсь, его сердце очищается тоже. Просто он об этом не знает. Но к нему приходит решение. Я получаю знания вместе с молитвой. Я молюсь, получаю знания, что вот это вот произошло из-за молитвы. Но он этого не знает. Он просто знает, что надо вот так поступать и все. Человек молится, он получает результаты знания. Он получает возможность знать, почему так. И еще возможность поступать уже. У него расширяется возможность действовать в результате знания. Но если человек не молится, а за него молится, он не знает. Рычага нет, нет возможности делать так же, но результат есть, результат есть. Поэтому надо всегда помогать молитвой. Как узнать результат? Результат узнается у других людей по их поступкам и желаниям. Например, допустим, ушел близкий человек, я молюсь за семью, может сохраниться, может нет, неизвестно, но я молюсь за семью. Результат молитвы какой? Ну как у тебя дела, что ты там без меня, как живешь? Я как бы не собираюсь к тебе возвращаться, ну просто хочу с тобой поговорить чуть-чуть. Что там у тебя, как дети, как дела? Я как бы решил оставаться один без тебя, но иногда буду помогать. Молитва действует, видите, человек еще злится, он не хочет возвращаться, он хочет изменять, но уже звонит. Значает отношения пошли, ниточка завязалась. Дальше идет развитие этих отношений на тонком плане. Потом он уже звонит, говорит, можно я приду, посмотрю на детей, пообщаюсь, ты приготовь там что-нибудь. Но я домой возвращаться не собираюсь, имей в виду. Хорошо, хорошо, ладно. Почему хорошо, ладно? Потому что есть молитва. Обычно человек говорит, не приходи, не хочу, чтобы ты видел детей. Почему? А потому что недостойна такая женщина иметь мужа. Молитвы нет, нет возможности. Я не люблю, мне не нравится, он ушел от меня. Не хочу его знать, не хочу терпеть. Почему? Нет молитвы. Молитва есть, прощение приходит. Прощение приходит, устанавливаются правильные отношения. Как веды говорят, лотос удачи возникает в сердце человека, удача возникает в сердце человека. Появляется удача. Почему? Потому что на тонком плане решились отношения. Мне 31 год, девушка не работает уже 2 года. Обеспечивают родители, пенсионеры. Что скажете? Что мне нужно делать, чтобы найти себя и работу? Сначала девушке надо понять, что она девушка. Это не просто в наше время. Потому что девушки воспитываются как мальчики со школы. Они учатся тому, что мальчики учатся. Вот девушка родила ребенка и не работает. Это нормально? Ну вот смотри, представьте, девушка пишет. Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация. У меня маленький ребенок. И моим родителям приходится нас содержать. Мне так неудобно? Почему она так пишет? Потому что она не поняла, что она девушка. Девушке не должно быть неудобно, что ее кто-то содержит. Это нормально? Девушку кто-то содержит, это нормально. Теперь вопрос, а почему ей неудобно, что ее кто-то содержит? А потому что она свои женские обязанности не выполняет. Хочет выполнять чужие. Когда девушка целыми днями заботится обо всех, постоянно строит отношения, готовит, стирает, убирает, постоянно занята отношениями, воспитывает детей, заботится о мужа, заботится о родителях, обо всех. Постоянно этим занято. У меня нет времени вообще. И у меня нет вопросов, не возникает, почему я не работаю на работе. Потому что у меня другой работы хватает. Кто должен заниматься отношениями в этом обществе? В этом обществе не хватает теплоты. В этом обществе не хватает женской энергии, мои хорошие. Куда вся женская энергия идет? Куда вся женская энергия идет? В работу. В работу раз, еще куда? Другая, потому что вообще так. Вообще никуда. Вот правильно высказали, вообще никуда. Сейчас объясню, что это значит. Сейчас объясню, что это значит. То есть в работу раз, вообще никуда, это второе. Сейчас объясню. Когда мы одеваем короткие юбочки, когда мы сделаем здесь кое-что, и когда мы как бы нафуфыриваемся, и идем по улице просто. Вот идем и показываем свое могущество женское. И все падают от красоты. Просто падают от меня. В это время энергия же уходит, красота уходит туда. Обмен энергии, знаете? То есть от меня упал кто-то, у меня меньше стало. Это называется, вообще ничем занимаемся. Потому что вот эта вот вся красота, она семье, вообще мужу предназначена, она детям предназначена, родственникам. Чтобы они все наслаждались этим, были счастливы, это их наслаждение держит друг с другом. Но мы берем просто, опа, и все, и до свидания. Потом приходим домой и ругаемся. Потому что нет уже красоты. Красота держит семью. Что вот эта красота, энергия красоты, что делает у женщины? Она дает ей силу в отношении. Муж пришел с работы, такой. Когда человек на работе, он устает очень сильно, мужчина. Женщина тоже устает. Но она должна другими вещами заниматься, больше, чем работать. Она, допустим, смотрит на него. Она красивая. Дома это нормально все. Показывать чуть-чуть красоту. Вот. Она как бы рядом с ним находится дома. Интимная атмосфера. Он устал с работы, очень напряжен. Он смотрит на нее и расслабляется. Это есть красота, есть расслабление. Сразу легче становится мужчине все. Дети спокойны, муж спокойный, все спокойны. Почему действует так красота, энергия красоты. Всем хорошо. Потом дальше это надо заменить на духовную жизнь. Красота тает. Мужчины тают мужество. Тоже защищает. Женщина очень спокойно рядом с сильным мужчиной такой. Но, понимаете, у мужчины с возрастом может становиться напряженнее. Но если он духовно развивается, все это на более высокий уровень встает отношение. На более качественные. Появляются глубокие отношения, чистые, светлые отношения. И все остается хорошо опять. Так? Продолжаем читать записку. Девушка мне 30 лет. Деду не работаю уже два года. Обеспечу родителей. Что мне нужно делать? Замуж выходить. Некоторые девушки думают, да как выходить замуж? Его же никак это не... Но если вы не можете его... Это значит, что у вас нет женской силы. Потому что мужчины не влюбляются. Их влюбляют в себя. Девушки влюбляют в себя. Сейчас объясню. В ведах описано, что женская энергия, половая энергия, имеет горячую природу, а мужская холодную. И когда женщина, она не замужем, ее вот этот огонь, огонь ее любви, вот этой женской энергии сильной, он поражает сердца всех вокруг. И особенно уязвимых мужчин, которые не имеют своего огонька. Ну, то есть нет жены. Значит, холостяк. Ну, то есть как раз мишень. И такая девушка, хлобысь ему по башке этой энергии. И все. И он как бы... Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. И пошел, все. Добивается. Говорит, Олег Геннадьевич, что делать? Работать не могу, надоело. Родители меня содержат. Это значит, Бог говорит, дура, женись быстрее. Сколько можно уже? Все тебе пора рожать. Уже не буду давать тебе работу уже. Все, будешь тошнить от тебя, тебя будет от этой работы. А как замуж выходить вообще? Я же не знаю. Они не смотрят на меня никто. А это вот уже другое. Смотрите. То есть первое, опять, это молитва, внутренняя жизнь. Ставим изображение святого человека. Ставим священное писание. Настраиваемся на святое имя. Разные способы, из разных традиций. Все перечисляю всегда, чтобы никто не обижался. Допустим, мусульмане настраиваются на священное писание, на святое имя. В разных традициях все по-разному, так? Первый этап погружения в духовную жизнь. Оно что дает? Оно дает в сердце оптимизм, веру. А у меня на самом деле все хорошо. Это означает благословение. Бог дал благословение. Живи хорошо, не страдай. Ты сдала свои экзамены уже. Молитва сначала идет. Помолилась, почувствовала счастье в сердце. Счастье в сердце появилось. Румянец сразу на щеках появился. Уже делать ничего не надо. Потому что у женщины все счастье в красоту сразу превращается. Она не... ей нужно для этого что-то делать. Там щеки делать очень круто, там... Скафандр получается. Нужно, чтобы из сердца счастье выходило. Тогда им нужен скафандр. Чуть-чуть как бы... Как бы где красота, чтобы дураки даже видели. Но чуть-чуть как бы подрисовала. Все. Немножко. Ну, сильно там как бы... Не надо. Потому что все равно должно из сердца же идти. Когда из сердца идет, когда есть молитва. Дальше, следующий этап после молитвы. Развитие женских качеств. Как они развиваются? Надо сесть возле телевизора и смотреть Санта-Билиберду. Смотреть и смотреть и думать. Вот я бы такое хотела качество. Чтобы у меня такие же были ножки большие, красивые. Или такое качество хотела. Нет. Не так женские качества развиваются. Надо действовать. Как женщина. Как женщина. То есть пирожки всем печь раздавать. Любить всех, заботиться, прощать. Отношения строить. С подружками знакомиться. Заботиться о подружках. И чем больше, тем лучше. Олег Геннадьевич, я одна. Вот мне родители помогают. А почему ты одна? Женщина не может быть одна. Она должна быть с кучей людей вокруг. У нее должно быть куча подружек, куча родителей. Всех, куча всех. И она обо всех заботится. А ей некогда думать, что она одна вообще. Она обо всех заботится. Из нее женская энергия прет. И какой-нибудь там несчастненький обязательно подковырнется. Обязательно. Последний вопрос. Полтора года были вместе с молодым человеком. Была любовь. Казалось, очень похожи. Да, когда люди любят друг друга, становятся сразу похожи. Тут же. Когда они любят, сразу все, похожесть вся заканчивается. Похожи мысли. Он подумает, я скажу. Всегда так у женщин работают. Женщина – это сердце мужчины. Мужчина подумает, она может даже не говорить, но она знает, что у нее на уме. Это у любой женщины работает так. Даже, допустим, молодой человек увидел девушку симпатичную, просто увидел ее так раз, мимолетным взглядом, раз, увидел просто, да. Она даже еще не видела. Она просто так чуть-чуть, так вот раз, чуть-чуть просто. Она знает уже, что она ему понравилась. Она это уже знает. Это работает без всяких проблем. Точно так же в семейной жизни. Муж только подумал, жена уже знает все, что у нее там в голове. Только в одном случае, если она ему верна. У нее сердце вот так вот открыто к нему, и она все знает, что он думает, что делает. Нет проблем. Ее не проведешь. Это не гармония, это обычная вещь. У всех так у женщин проявляется. Месяц назад ушел. Параллельно со мной познакомился с другой девушкой. А вот это означает, что слишком рано семья была создана. Прежде чем семью создавать, надо сначала свои моральные принципы повысить. Понимаете? Мы создаем отношения в какой среде? В которой мы живем. Так? В какой второй мы живем? А в этой среде, в которой мы живем, свои правила игры, правила жизни. Правила, не способствующие личной жизни. Не способствующие. Вот я сейчас был в Индии, и я не говорю про Дели, там и Бомбей, где уже все разворачено. Но если говорить о святых местах, там среда способствует крепкой семейной жизни. Потому что идеи даже нет разводиться у людей. Нет идеи. Не терпят ситуацию. Один процент разводов в Индии все. А у нас 80. 80. 80 процентов. Страшная цифра. Итак, параллельно была другая девушка. Не означает плохой человек. Все мужчины одни и одинаковые. Означает я недостаточно развито духовно, чтобы находить в той среде себе близкого человека, в которой бы параллельно не было другой девушки. Признак такой среды такой. Этот молодой человек имеет наставника и он не может иметь параллельную девушку, потому что он потеряет среду. То есть у него выбор. Или параллельная девушка и отсутствие среды, в которой ты живешь. Потеря всех близких, всех друзей. Или нет параллельной девушки. Даже если какая-то девушка запараллелилась на время, ему наставник говорит, слушай, давай распараллеливай быстрее. И он раз, распараллелил. И все. Вот и все. И вся измена на этом закончилась. менять надо среду. Допустим, вы говорите, а я уже вот сейчас живу с человеком, у нас другая среда. Не беспокойтесь, все быстро меняется. Вы скажете, а он не слушает лекции. Опять не беспокойтесь. Почему он не слушает лекции? Потому что ваша карма такая. Смотрите, есть карма, она представлена в близких людях. Карма, может быть, такая суровая, не слушает лекции, ничего не хочет. карма такая. Но вы начали слушать. Вы означает свобода выбора или ваш разум. Вы слушаете лекции, вы работаете над собой, меняете себя. Приходит время, и ваш близкий человек, сердце его меняется, потому что меняется ваша судьба. Какая ваша судьба, такого сердца у близкого человека. Все. Какие лекции он будет, эти слушатели, какие-то другие, неважно. Важно то, что он будет на том же уровне нравственно находиться, что и вы. Все. Так всегда работает. Сначала внутренняя жизнь, потом перемены в близких людях. Это длится несколько лет. Надо ждать. У кого уже произошли перемены в близких людях? Поднимите руку. Вот, пожалуйста, видите, несколько лет. За секунду сколько вы слушаете лекции? Пять лет. Вот, пожалуйста, у вас вы сколько? Один год. Мощно. Кто-то не поднял руки, боится поднимать, чтоб не сглазить. Это тоже нормально. это неправильный подход жизни чаще всего. Или... А я повышаюсь, да? Вот это гордость называется уже. Гордость. Опасно. Опасная ситуация. Меня в этом обвиняют. Мне говорят, что я разрушаю семьи своими лекциями. Я не разрушаю семьи, я их создаю. Я дедушку не бил, я дедушку любил. Вот как вы их воспринимаете, это уже другой вопрос. Надо учиться воспринимать правильно. Если вы на другом уровне, то семья разрушается. На другом уровне означает вот так вот. На другом уровне означает, чем я могу вам служить, дорогой мой близкий человек. Как? Нет, почему вы должны отказаться от знаний? Почему вы должны отказаться от знаний? Требованием соответствовать мужчины. Сейчас я вам объясню. Вот смотрите. Вот попытайтесь понять картинку. Сейчас я вам нарисую. Мужчина говорит, никаких этих знаний, никаких лекций. Все. Все. Или лекции, или я. Предлагаю вариант. Вы ему должны сказать, я согласна со всем, но дай мне время все поменять. И вы начинаете заботиться о нем очень качественно. Служить ему, заботиться о нем, жить для него, прощать, воспитывать его также, воспитывать. Если есть забота, можно воспитывать. Он начинает вас уважать, вы ему должны что-то говорить уже. Но вы говорите ему, подожди немножко, дай мне возможность все поменять. Подожди немножко, потерпи, все будет хорошо. И вы заботитесь, заботитесь, чем больше любви, тем больше возможностей принимать человека. И в какой-то момент он говорит, ну ладно, конечно все это фигня, то, что ты делаешь. Мне нравится, что ты такая у меня хорошая. Ты хороший человек, это все фигня, то, что ты делаешь, но ты хороший человек. Поэтому я тебе потерплю, ничего страшного. Это уже перемены происходят, перемены. Так всегда бывает с родителями тоже. Родители сначала не принимают ничего нового, они против. Но если они видят перемены в вашем сердце к ним, вы становитесь ближе к ним, они принимают ваши новые взгляды. Почему? Потому что чем больше человек любви вкладывает в отношения, тем больше в отношениях свободы. Понимаете, свобода не в том плане, что можно гулять, изменять, а свобода во взглядах. Если я очень сильно люблю свою жену, и у нее возник новый бзик какой-то, она там чем-то заинтересовалась новым, нормально. Женщины склонны всегда чем-то интересоваться, у них постоянно новые взгляды. Это нормально. Если муж любит, он понимает, жена всегда ищет новое. Жена как антенка, которая всегда, ее сердце всегда ко всему новому идет, и она вновь приносит семью какие-то идеи постоянно, новые. Развитие, самосовершенствование семьи. Это женская природа так работает, это нормально. У меня, допустим, всегда было предубеждение к этим всем БАДам там, и моя жена заинтересовалась коралловым кругом. Я всегда говорил, ну не надо, надо все индивидуально, зачем эти бизнес этот весь. И пришло время, я начал пить там эти все вот эти коловады там. Пожалуйста, поочищай кишечник, давай, давай попей. Давай муравьинное дерево попьем, давай немножечко. Пьем, а что делать? Жену любишь, придется пить муравьинное дерево. Ну это нормально, то есть женщина, она увлекается чем-то, и это нормально? Почему? Потому что есть любовь. Нет любви, все, что она делает, это вражда. Вражда, почему? Нет отношений. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Видите, вы сейчас поняли, это означает, что вы поняли так же, в чем причина расставания. причина в том, что недостаточно вкладывается любви в близкие отношения со стороны женщины в данном случае. Если жена, допустим, ей не нравится все это, то значит, нужна забота. Допустим, я занимаюсь вот этими вещами, жена не принимает, надо о ней заботиться. У меня есть пример, у меня есть близкий друг, который вот живет такой образ жизни, как я веду, и у него жена вообще против. и через несколько лет она стала за. Почему? Потому что он вкладывает сердце в отношения. Он говорит, да, я согласен с твоей точкой зрения, ты против того, что я делаю, ничего страшного, меня это устраивает. Устраивает. Я хочу любви, не хочу войны. Понятно? И в связи с этим хочу любви, не хочу войны. Я хочу сейчас еще важные вещи, кое-какие сказать, те вещи, которые сейчас являются уже больше даже, наверное, не вашей темой, а моей. Моей темой. Это мои переживания. Я хочу с вами поделиться этими переживаниями. А может быть, это не только моя тема, а также и ваша будет, потому что эта тема, она является ключевой в жизни вообще. Ключевой в жизни. Это называется тема отношений со старшими и тема вопросов, связанных с обсуждением кого-то. И меня тоже сейчас обсуждают по всем направлениям. Я считаю, что это правильно, то есть это нормально. Я не хочу как бы касаться этой темы, это тема моих отношений с Богом. Вот. Но вот я хочу об одной вещи сказать важной, то что у меня есть наставники и когда я слышу обсуждения касающиеся их, то есть возвышенных людей, которые полностью посвятили свою жизнь служению Богу, истине, служению высоким каким-то вещам, когда начинают в них искать недостатки, а недостатки есть у всех, мы сейчас разберемся в этом вопросе, и когда начинают эти недостатки раздувать в тех, кого я слушаю, чьи наставления для меня являются чистотой, то для того человека, которому так говорят, для него это полезно, но вот для меня не полезно. Не полезно слушать речи, разрушающие мою веру в этого человека. И мы сейчас коснемся этой темы, она будет актуальна и в течение где-то может месяцев 8 будет еще стоять такая ситуация в атмосфере, что очень сильно обострится вот это вот обсуждение старших. Это вы увидите тоже в своей жизни, обострится обсуждение старших. Все, кто является старшим, будут подвергаться критике. Почему? Потому что сейчас астрологически эта ситуация существует. и вот смотрите, интересно, было написано письмо духовными лидерами моей духовной организации по поводу критики возвышенного человека, духовного учителя. Смотрите, как относятся к этой критике старшей. письма с жалобами были сделаны то есть здесь говорится в этом письме, что до нас досла информация о том, что определенные люди публично выражают свое недовольство духовно развитым человеком. Их письма с жалобами были сделаны легко доступными через интернет и социальные сети способами для всех тех, кто питает слабость к обсуждению подобных тем. Смотрите, интересно, как дальше строится письмо. Именно это обстоятельство мы хотим сделать основным предметом нашего открытого письма всем вам. Ну, что именно вот эта тема недостатков старшего стала предметом для обсуждения в социальных сетях. Сейчас я вам объясню, какой результат может быть в результате такого обсуждения. Когда просто рассказывают, просто разговаривают о недостатках старших в социальных сетях, человек, который слушает лекции этого человека, допустим, воспринимает наставление от него, он просто мимолетно касается своими глазами этой темы, разрушает немедленно отношения с Богом. Это называется оскорбление святого. То есть смотрите, что происходит. Я вам приведу пример своей жизни. То есть я, когда жил в святом месте в Индии три года, изучал священное писание, то у меня было несколько таких случаев. Первый случай произошел таким образом. Одна достаточно возвышенная дама, то есть она занимается духовной практикой, и она находится примерно на том же уровне, что один из моих наставников. Она пришла ко мне на прием, начала рассказала жалобы, то есть я принял ее все, и она потом начала жаловаться на моего наставника мне. Я ходил на молитвы с ним, то есть я вместе с ним молился. После просто того, что я не принял этого вообще, то есть я послушал, услышал вот это и не принял вообще, но после того, как я пошел на молитву дальше, вкус в отношениях с ним пропал без моей воли. После этого мне пришлось где-то полгода плакать, молиться в слезах, чтобы этот вкус восстановился. Представляете, полгода жизни в ответ на несколько слов. Вторая ситуация, у меня есть еще один человек, которого лекции я очень люблю, я слушаю, он живет в святом месте, и он англоязычный такой, возвышенный человек, отреченный монах. Я слушаю много лет его лекции, и по поводу него я услышал критику опять несколько слов. В результате вкус к слушанию лекции пропал. Мне пришлось опять молиться, плакать, и чтобы вкус восстановился. Третья ситуация произошла в моей жизни уже по отношению к моему духовному учителю. То есть одна фактически на его уровне тоже дама, которую я лечил, она сделала попытку переманить меня к своему духовному учителю. Вот такое странное поведение, правда ли? Вот, и она начала мне рассказывать, какой духовный учитель лучше, какой хуже. Да, она восхваляла свою духовную учитель, а был счастлив. Я слушал, мне бы очень нравилось. Я говорил, я согласен с этим, мне очень нравится, но потом она говорит, но, ваш духовный учитель, когда она просто произносила слово, но, и ваш духовный учитель, этого мне было достаточно. Я упал на колени и сказал, пожалуйста, я начинающий человек в духовной жизни. Если вы сейчас продолжите говорить эту фразу, то моя духовная жизнь будет разрушена. Немедленно остановитесь, иначе я не буду дальше с вами иметь никаких отношений. После этого она не собиралась даже останавливаться, и она попыталась еще что-то сказать. Я немедленно сказал ей, прием закончен, и побежал под душ. Когда человек встает под душ после такой ситуации, он смывает себя, это оскорбление, я успел как бы не пустить в свое сердце недовольство Бога мной. Ну, то есть, когда человек пускает в это свое сердце, то Бог становится недовольным им, и он разрушает свою возможность дальше двигаться по своему духовному пути. Теперь вопрос стоит, а почему так, почему бы нам не узнать недостатки возвышенного человека? Ответ на этот вопрос вы узнаете в следующем письме, ну, то есть, дальше продолжение письма. К сожалению, мы выдержали усомниться в чистоте намерений основных зачинщиков этого мероприятия. Причина заключается не в опыте общения с ними самими, то есть, никто не обвиняет их как личности, но в методах, которые они избрали для своих выступлений против святого человека. глубокая искренность чьих мотивов известна не только нам, но и многим другим людям. Понимаете, то есть, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что методы неправильны. Какие должны быть избраны методы? Веды объясняют, как это делается. То есть, когда кто-то сомневается в репутации возвышенного человека, он должен немедленно сообщить старшим этого человека об этом в своем письме или в своих высказниках, когда он это сообщает, а можно просто помолиться и не замечать недостатков старшим, зачем они нужны. Но если ты увидел какой-то грязный поступок, который старший человек совершил, нужно немедленно сообщить его старшим. И они дальше решают, что с ним делать. Допустим, старший говорят, в этом поступке нет ничего такого сильно плохого. Человек раскаивается публично, как бы, говорит, что я не прав или вообще никакого поступка не было, были просто сплетни. И этому человеку потом докладывается, мы разобрались в этой ситуации, принимаем такие-то меры. Если наказание старшего есть, то открытое письмо выходит. Этот старший пишет всем, я совершил такой-то поступок, простите, если можете. Кто-то не может, уходит от него, перестает быть его учеником, или перестает от него наставление получать, кто-то остается. Все. Вот. И то, и другое хорошо. Я вам скажу потом, почему. Дальше будем читать. Вот. Но если старший критикуется публично, публично, при всех, не старший решает опубликовать, как они сами видят его недостатки, а человек сам на себя берет эту ответственность, он просто как бы заявляет, что вот старший такой, смотрите все. Это является грубейшим оскорблением святого человека, которое разрушает полностью духовную жизнь этого человека. Полностью. Камня на камне не остается. Это страшно. Как это разрушение происходит, я вам сейчас расскажу. Первое, что происходит, человек, который увидел недостатки в старшем, он сталкивается с его судьбой, с его чистотой. Эта чистота становится, как дамоклов меч, который вызывает дальше разжигание гнева. То есть человек, который увидел старшим недостатки и публично об этом высказался, дальше происходит следующее. Его желание высказывать эти недостатки нараскает каждой секундой. Он начинает искать их все больше и больше. И там, где их уже нет, он тоже об этом уже везде говорит. То есть он просто создает такую иллюзию, который, как бы, кто погружается в эту иллюзию, он полностью теряет свою духовную жизнь. Ну, то есть раздувается до предела то, что не имеет никакого сильно большого значения. В ведах это сравнивается с тем, что как надо смотреть на луну. Вот смотрите, это важно. То есть луна, она что дает? Она дает силу отдыха или возможность быть здоровым и счастливым. То есть луна дает отжиз, согласно ведическому знанию, дает человеку отжиз, дает силы жить. Оптимизм, спокойствие, способность преодолевать болезни, отдых, сон и так далее. Все это дает луна. И луна сравнивается с возвышенной личностью, которая все дает человеку. Возвышенная личность дает человеку развитие, дает удачу, дает возможность чисто возвышенно жить, чисто воспринимать других людей, чисто отношения со всеми строить. Сравнивается с луной. Как луна дает отжиз, так и возвышенный человек человеку дает лотос удачу, дает возможность чисто воспринимать этот мир. Теперь смотрите, некоторые люди замечают пятна на луне. Когда они видят пятна на луне, они уже не видят этот отжиз. Все, на этом заканчивается. Они совершают оскорбление. То есть, они уже не видят дальше луны, они видят только эти пятна, эти пятна разрастаются, и они говорят, эта луна состоит из одних только пятен. все на этом возможность получать счастье от отношений закончено. Но проблема даже не в этом. Проблема заключается в том, что тот, кто это послушал, тоже лишается чего-то. Может быть, не всего, но чего-то. И со мной уехал водитель сегодня, вез меня из Индии. Я говорю, ты что такой грустный? Он говорит, да я послушал. Говорит, а зачем ты туда лез-то? Кто тебя туда всывал? Он говорит, ну, интересно же почитать. Понимаете, нас вот тянет, тянет это. А что это вот говорят? Вот в этом самоконтроль должен быть. Будьте осторожны. Будьте осторожны. У человека есть два пути в жизни. Первый путь. Я ищу нектар во всех. Старших, младших, во всех. Допустим, чем я занимаюсь во время молитвы? Я восстанавливаю отношения с моими наставниками. Я сажусь, начинаю молиться и чистоту их начинаю чувствовать. Потом дальше я уже могу чистоту чувствовать те, кто помладше. У людей меньше, где чистоты. У них тоже у всех есть чистота, мы все души. Но у одних больше, у других меньше. Когда ты старшим отношения строишь в чистоте, то это легче делать. Кто такой наставник? Тот, с кем легче чистое отношения строить. Легче. Потому что пятен меньше. Понимаете? А найти таких, у которых вообще нет пятен, это надо заслужить. Достаточно, чтобы просто меньше, и то уже можно строить чистые отношения. Дальше. Когда ты наполнился этой чистотой в отношениях со старшими, ты можешь уже с равными строить такие же точно возвышенные отношения, хотя по факту у них недостатков в десять раз больше. Дальше ты можешь такие же отношения с младшими уже строить, но у них в сто раз больше недостатков. И ты уже становишься тогда наставником для них. Наставник это тот, кто не видит недостатков в тех, кто хочет идти духовным путем, Даже если они просто состоят из одних только недостатков. Я вам сейчас докажу, что это правильно, так смотреть на человека. Вот, допустим, есть человек, который просто вообще, вот он просто, ну просто, как это говорят, косяк, да? То есть синяк, да? Ну то есть, ну просто, вообще, просто, ну вообще. И он пошел духовным путем. Наставник его не должен вообще видеть его недостатков. Вот, допустим, Довженко, он такой метод лечения алкоголизма, как бы, придумал. Хотя он не придумал, это ведическая культура. И в других священных писаниях во всех я это встречал. Люди просто собирались вместе, он их изолировал от общества, алкоголиков. И просто с ними говорил о хорошем, не о плохом. Не, вообще была запретная тема о спиртном говорить, вообще запретная. Пью я или не пью, запретная тема. А о хорошем. О том, вот, как мы дружим, как мы здесь живем, что хорошего у нас, какие у нас друзья есть в жизни. Все самое лучшее, что светлое есть, у людей обсуждалось. Они просто бросали пить без всяких проблем. Даже абстиненции не было. Это метод, который нужно применять всегда. Именно этот метод я сейчас делаю научную работу. Я его назвал позитивное мотивирование. То есть что такое позитивное мотивирование? На высшие гуманитарные ценности. Самая высшая гуманитарная ценность какая? Это наставник, старший человек. Я сейчас пытаюсь это обосновывать, свою деятельность, так же и в науке, и в медицинской. И позитивное мотивирование означает, что человек должен думать только о лучшем других людях. Не нужно думать о плохом. Это доказывает также современная психологическая мысль. Так, например, Роберт Гиллс, один из влиятельных людей в области современной психологии, утверждает, что настроить людей на негатив, негативное мотивирование, на проблему, настрой людей на проблему, вопреки ожиданиям, увеличивают саму проблему. То есть, допустим, надо бросить пить, надо бросить пить. Люди пьют больше в результате. Поэтому курение убивает на пачке сигарет. Это не способ запретить курить. Это доказано уже современной психологией. Любая реклама сигареты убивает или не убивает, это приводит к сигарете. С другой стороны, что такое позитивное мотивирование? Мы думаем о хорошем. Мы вообще забываем, что есть курение. Мы не хотим вообще об этом думать. Мы не хотим думать о спиртном, о курении. Мы хотим думать только о лучшем, о хорошем, о нектаре. Мы хотим жить как пчелы. Пчела летит только к нектару. Она, в отличие от мухи, она не интересуется пятнами на луне. И какие недостатки есть у старших? Надо разобраться в этом вопросе. Она хочет только нектар. Она хочет только какие преимущества есть у старших. Пчела хочет нектар. Она собирает нектары. Она вся в нектаре. Я был в Индии, и в одном святом месте, там такая деревенская обстановка, очень низко висел улей. Вот так вот, прямо на дереве, вот так висел дикий улей. Я подошел к пчелам, начал смотреть на них, как они там лазают, и заглянул в глазки одной пчеле. Знаете, ну такие глаза такие. Такие, сейчас покажу. Такие. Такая. В балдеже в таком находится, в таком состоянии счастья. Такой сладкий вкус, очень выраженный, знаете, такой. Она наилась меда такая, жид. Сладкий вкус выраженный.